Натуралистический вопрос. Правда ли, что вы лично режете скотину? И дети режут, когда мне некогда. И резаете горло прямо? Да, конечно. Ну, чтобы кровь стекала, потому что с кровью нельзя есть мясо. Это удавление на поле. То есть вы нормально с кровью? Стоите в крови весь? Да ну и что? Зачем же мне в крови стоять? Я беру, вот если быка, быков я режу, потому что дети не могут. Это опасно довольно быков. Как вы режете быков? Я беру кота, но у меня с прошлых еще миллионерских дел осталась прекрасная древняя кота, она японская. Она так без дела всю жизнь была. С прошлых миллионерских дел? Да, да. Приспособили ее к тому, чтобы резать быков. Потому что быка трудно резать, она очень острая, вообще обалденная, сталь древняя. И пробиваешь горло быку и так вниз ее. И рассекаешь горло. Главное аорту достать. А бык? А бык стоит, он даже не понимает, что произошло, потому что это быстро происходит. И начинает терять кровь, как будто засыпает. То есть это самая гуманная смерть на самом деле. По сравнению с током, знаете, как они ревут перед тем, как их бьют током? Потому что там вообще жуть полная, садизм. Как положено по закону током убивать. Это какая-то сволочь, придумала ученая. И все во всем мире этим садизмом занимаются. Да еще и удавленное мясо получается, потому что кровь не уходит из капилляров. А ведь сердце, когда работает еще у быка или у другой-другой скотины, кровь выкидывает из капилляров, и мясо становится чистым. Поэтому скотину можно только резать. И резать правильно. Но все равно убийство. Почему же это убийство? Это замысел Божий. Он скотину домашнюю создал для того, чтобы мы ее резали и ели. Еще Авель, первый святой, которого убил Каин, он был овцеводом. И он резал баранов и для себя, и приносил в жертву Богу. Это описано в Священном Писании. И это замысел Божий. Как может быть замысел Божий быть плохим? Это всегда благо.